всем здоров сами сергей пушков и я делаю первый взгляд обзор игры 60 парсекс вот так прозвучало очень подозрительно но так игра называется 60 парсеков вот эта игра от разработчиков 60 секунд игры где ты должен выживать семьей в бункере и добывать ресурсы только это все будет происходить в космосе я уже выстрелся язык разрешения громкость управления поехали выберите кадетов программы астага гражданин эммет конечно же космические учения тревога ядерный апокалипсис неминуем выполнение приказа 1961 включен новый протокол действуйте в соответствии с чайной ситуации приготовьтесь к ядерному удару ядерный удар даже в космосе одолел одиночество в космосе познакомьтесь со своим новым лучшим другом с гордостью рекомендованным медицинским штабом программы астрогражданин кукла из носка новые технологии все летают на космических кораблях лучшее приспособление у нас считается кукла из носка будущее уже здесь astra citizen astra гражданин вот это да так добро пожаловать на космическую станцию и карт 13 астрогражданин так мы не умеем бегать хватайте суп для выживания нужны пайки кидать его в шаттл а давайте я возьму что-то другое нет нельзя так шаттл шаттл у нас здесь так найдите какие-нибудь медикаменты так вижу вижу лишь какой-то ящик давать ящик дотянем сюда это ящик интересный очень очень как говорится интересная игра для прохождения так что если у нас будет с вами свободное время все-таки с вами уже завершили проходить hitman 2 кто тут у нас спрятался в ваш страх страшно утка маньяк найдите руководство как выглядит ваше руководство вот я вижу книжка какая-то диди вижу а вот руководство руководство бойскаута давно для начинает шаттл шаттл найдите ресурсы для изготовления предметов ну вот я ящик я видел еще вот я ящик положите их свой спасательный шаттл давайте найдите другого члена экипажа ну давайте пускай это будет вот тот вот этот который ведре застрял своей ногой мне кажется он профессионал своего дела у него медаль сутки помогите коллеги спуститься в люк замечательно а он сам не может добраться до тревога а замечательно мы сейчас будем хватать все что будем обнаружить приближающаяся ракета высокий риск столкновения вот эти кого можете и что можете беги спасательный шаттл давайте поехали 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 тебя берем шаттл шаттл быстро бедем на этот тебя в шаттл так побежали ящики какие-то ящики банка супа шаттл шаттл так надо еще взять лопата 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 какой-то я не знаю оскар золотой все не успеваем успеваем где-то я еще видел что-то полезное где видел что полезно кукла из носка лучше приспособление так давайте какой-то телефон телефон не берется телефон не берется что такое что такое почему телефон берется просто он три места занимает берем телефон берем телефон так берем кубики зачем они нет это суп дать еще коз спасем дать спасибо от того чувачка который боится утки и быстрее 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 берем тебя так пистолет тебя в смысле ты не помещаешься ну все друг без тебя из тебя я беру суп все в шаттл я не успеваю все в шаттл не умею не успеваю все втячемся прячемся прячется прыгаем о получен достижение без паники все бобах Бабах-бабах, и только мы выжили. Вот так вот, ядерные взрывы. Скотч, если скотчем можно все склеить, то как склеить сам скотч? Вопрос довольно философский, нужно поразмышлять. Нужно поразмышлять по этому поводу. И вопрос, мне кажется, довольно риторический. Так, надеюсь, мы проживем хоть сколько-то с нашими ограниченными припасами. Так, день первый. Ну, смотрите, супа у нас много. У нас есть, у нас уже есть пистолет, так я же его не взял. А, или я его взял наоборот. Так, что тут у нас? Тревога. Сначала пройти бортовой журнал, пульт связи, коммуникатор, вот, коммуникатор, золотой артефакт. Так, давайте. Привет, компьютерный ассистент Астро на службу Птибл. Вы должны быть Эммет, верно? Рада сообщить, что вы были случайным образом выбраны на должность капитана этого судна. Добро проживать набор спасательного шаттла, капитан. Позвольте принести вам извинения от лица членов компании Астро Гражданин за незначительные неудобства, из-за которых вас переместило за 60 парсеков от земли. Рекомендуемый порядок действий. Найти безопасное место для приземления и попытаться устранить контакт с окружающим миром. Чтобы получить дальнейшие указания, пожалуйста, подключите главный компьютер. Он находится в центре шаттла. Следуйте обычному протоколу продовольствия и накормите свой экипаж. Покажите мне, на что вы способны, капитан. Понял? Включаю компьютер. Капитан, поскольку вы только что приняли командование, протокол предписывает вам произнести течь. Хорошую. Нет, даже великобрельную. Экипаж наблюдает за вами с тревогой. Право вам показать свое настоящее лицо. Итак, наконец-то. Вы можете показать, каким капитаном вы станете в этом вероятном путешествии. Какого рода течь вы произнесете? Ловкость гибкий. Интеллект одаренный. Сила слабак. Но надо умом брать. Не зря мы одаренный. Так, что тут у нас? Давайте позвоним кому-то. Алло, земля, земля. Суп 9. Лучшая еда во вселенной. Замечательно. Так, что тут у нас? Накормить, выдать носок или медикаменты. Да нет, у нас еще все в порядке. Давайте завершить день. День 2. Вы в точности знали, что сказать. Ваша убедительная течь успешно доказала, что вы достойны быть капитаном последнего человеческого экипажа во вселенной. Это было неплохое представление, капитан. Экипаж начал вам хлопать до того, как вы закончили говотить. Да здравствует, капитан! Грянуло в кабине. Если бы звук мог разноситься по безмолвному вакууму, окружающему ваш корабль, этот возглас услышал бы вся вселенная. Одно я знаю точно. Вы готовы к любым испытаниям, которые уготовила для вас эта галактика. Вдохновение, полученное от вашего мудрого стиля руководства, позволило мне подключить генератор фермента в задней части шаттла. Он будет ежедневно производить для вас полезные химикаты. Вижу, что вы бодрый, капитан. То, как вы заботитесь о своем душевном состоянии, достойно уважения. Ясность ума поможет лучше и быстрее выполнить любую задачу. Диди сообщает, что она рада, что вы его капитан. Диди сообщает, что она рада, что вы ее капитан. Замечательно. Тут нужно задачи. Берите пять удачных решений, написавшиеся характеристики интеллекта. Найдите подходящее место для приземления. Так, тут целая характеристика наша. Ну, то это так. Ну, Том у нас в форме. Интеллект умный. Мы гений, гибкий, но при этом слабачок. Диди у нас проворная. В общем, у нас все характеристики есть. Предприимчивый вновь, верен. Верен. Капитан, очень важно следить, чтобы вы вашей капитанше хорошо питались. Одной порцией вкуснейшего супа хватит, чтобы поддерживать силы человека на протяжении нескольких дней. Всего одна банка может составить разницу между жизнью и смертью. Не забывайте следить за состоянием припасов. Если, конечно, не хотите есть своих коллег. Ха-ха, шутка. Пожалуйста, оцените ее и посмейтесь. А-ха-ха-ха-ха. Смотрите, мы уже сблизились. Ближе прямо некуда. Кто проведет очередную проверку припасов? Единственное требование – знание несложно быть математических действий. Ну, это только к нам. Это только к нам, потому что мы самые умные здесь. Все, завершить день. День третий. Хорошие новости, капитан. Этот шаттл был заранее обеспечен водительным запасом продовольствия. Используйте его с умом. Очередная проверка припасов закона. Так-так, вы только посмотрите. Все расчеты сошлись. Отличная работа. В настоящее время на борту находится... 11 банок супа. Поправка. Точное число 13. На этот шаттл был доставлен дополнительные запасы провизии вместо предметов для развлечения. Вам повезло. Еды, которую вы собрали, станции более чем достаточны. Пока что. Так что не съешьте все сразу. Так. Капитан, ремесленный модуль, который находится за кабиной, доступен. Название говорит само за себя. Это современное устройство позволит вам создавать и уничтожать. В соответствии с принципи закона сохранения массы. Вам потребуется немного материалов, химикатов или энергии. Используйте их, чтобы создавать предметы, перерабатывать или чинить свои вещи, а также улучшать предметы системы шаттла. Давайте попробуем. Изготовление. Можем изготовить суп из 10 химикатов, зажигалку из 10 камней и скотч из 10 камней. Ничего мы не можем модернизировать. Но мне кажется, нам точно скотч понадобится когда-нибудь. Том Верин. Верин. Предприимчивый в норме. Сумак. Супа 13. Так, у нас все. Снаряжение есть. Завершаем день. Должны создать скотч. Без скотча никуда как бы. День 4. А вот и скотч, кстати. Капитан, я вам уже говорил, что я включил ее местную систему в задней части шаттла. Пока что она просто светит и пылится. Том все еще предан вам. Диди все еще предан вам. Изготовление завершено. Новый предмет скотч. Согласно протоколу программы Астрогаджданин, каждый элемент оборудования должен регулярно проверяться на предмет поломок, на планетных паразитов, сбой во время пространства и ведьмовских заклинаний. Из-за всех этих межзвежных гостей мы слегка припозднились с последней проверкой. Надо осмотреть наше снаряжение. Диди сейчас ничем не занята. Хотите поручить ей что-нибудь осмотреть? Но она у нас глупая. Пускай она осмотрит руководство и поумнеет все-таки. Никто не голоден? Верен. Верен. Предприимчивый в норме. И давайте запустим что-то на создание зажигалки. Сделаем еще зажигалку на всякий случай, чтобы был у нас полный комплект снаряжения. День пятый. Руководство в порядке. Выпоследствую члены экипажа по имени Диди, взять один из моих хорошо составленных контрольных списков на нескольких листах. Сараз посмотрела. Она нашла маленький пакетик супа, примотанный скотчем к какой-то панели. Проявив, как всегда, уважение, она предложила укачение вам. Ваше твердое руководство дает себя знать, сэр. Так, она по-прежнему так. Не знаю, дело в ваших умениях или просто везде, но вы смогли изготовить перенет высокого качества. Бинго. Теперь у нас... Еее, флекс, модная зажигалка. Вот это круто. Где наша... Вот эта модная зажигалка просто. Это просто флекс Рикардо Милос. Катан, вам нужно кое-что увидеть. Скайнер, нашли контейнер, который дрифует в космосе поблизости от нас. Естественно, что внутри. Что будем делать? Попробую заглянуть. Вы видите? Зевнул. Затянуть контейнер на борт. Можно только бы не повредить ничего. Ну, суп создавать, ладно. Переработать, нет. Прорабатывать, ничего. Модернизировать, нет ресурсов. У нас есть модная зажигалка. Это очень круто. Так. Голоден. Голоден. Пинк, пинч, в норме. Голода нету. Ну, потерпите. Если капитан не голоден, значит никто не голоден. Будем так руководствоваться. День шесть. Трясы на груз, который вчера засели сканеры на борту. Открывай ящик. Он пустой. Совершенно пустой. Какое разочарование. Так, Том хочет есть, Диди хочет есть. Вы довольно проголодались, капитан. Все, все голодны. Можно. Тут есть кнопка раздать всем суп. Вот так вот. Ну, все в порядке. Все верны нам. Суп создавать. Тут ничего нету. Так. В одном из отделений мы нашли маленький металлический ящик с наклейкой для серта. Откройте. Можете разобрать замок и собрать из-за несколько запчастей. Содержимое не обращать внимания. Можете попытаться открыть ящичек, но для этого нужны ловкие пальцы. Как вы поступите? Подождите. Ну, если мы разберем замок, то можно и открыть ящик. Логично? Логично. Заверши день. Все-таки у нас звезда по уму. То есть мы гении. Вы рухкратно разобрали замок, найденный на шатле ящичка. Теперь ящичек бесполезный. Вы обратили внимание на части раз... Вот это да. Разобранного замка. Запчасти оказались не так полезны, как мы надеялись. Зато замок сработал батареей, которую вы сняли без помех. Вы больше не нуждайтесь. Так, не просит суп, не просит суп. Так. Капитан, вам предстоит приступить к очень почетному делу. Самому необходимому заданию, которое только есть на этом шаттле. Я говорю о поддержании чистоты полов. Полы на этом корабле не помешало бы хорошенько драть. Тут полно всего. Потом сейчас ничем не занят. Хотите попросить его потрудиться как следует ли. И изготовить им прорезинно-чистящее средство. Нет, пускай поубирает, у него с умом не очень. А ловкостью он все-таки, ну, более-менее ловкий. День восьмой. Том не против побыть денек-уборщиком, как вы и хотели, но, к сожалению, его бицепсы совсем не в форме. Многие противные пятна, оставшиеся от ваших прошлых приключений, все чистить, хоть Том и помыл пол. Так, явно удорчает этот крах. Теперь мне... Почему здесь не стало чисто? Здесь все в грязи. Почему пол не похож на протертое зеркало? Детей просит немного супа. Веден? Голоден? Нормально. Обратите внимание, капитан, это весьма необычно. Мы регистрируем неизвестные сообщения, но я не могу определить, кто их посылает. И что еще важнее, какое их содержимое. Может быть, дело в помехе за вспышки на солнце, а может и в кое-чем похуже. Вдруг это новый тип советской кодировки. Конечно же, Советский Союз, он везде. Нам надо расшифровать эти сигналы как можно скорее. Насколько можно судить, от этого зависит наша жизнь. Ну, вы хотите прослушать. Но мы самые умные, так что мы это будем делать. Так, запустить мы, модернизировать ничего не можем. Суп. У нас есть, если что, атомная батарея. Замечательно. Завершить день. Получили достижение френд-зона. Замечательно. Первый контакт. Капитан, вам надо это увидеть. Меня не так легко вывести из равновесия, но это один из величайших моментов в истории человечества, созданного искусственным интеллектом. Мы не одни в этой вселенной. Сигнал, который принял, наконец-то расшифрован. Их посылают инопланетяне. Другие формы жизни. Нет, я говорю не о коммунистах. Такого еще не видели. Множество развитых цивилизаций. Сигнал поступает отовсюду. Может, с уверенностью предположить, что некоторыми поздно встретимся. Наша, или точнее, ваша жизнь никогда не станет прежней, капитан. Вы провели великолепную работу. Мы... Так, если что, мы все... Расчетное время составляет Т5. Диди хочет есть, хочет есть. Диди считает вас своим другом. Голден друг, друг Аверин. То есть мы с ней еще успели подружиться. Ты голоден? Не... Так что вы потерпите. Многие космические путешествия связаны с многими рисками для физического состояния человека. Атрофия мышц, доля лени, излишнего содержания натрия. Меня беспокоит ухудшение физической формы экипажа. Я рекомендую дневные стежки тренировок с использованием только веса вашего тела. Для этого не нужно никакого оборудования. И добровольцы, желающие сделать зарядку. Конечно же, что там написано? Ловкость обычной, но пускай... Пускай Том... Подождите, зарядка это для силы все-таки. А у нас Том в форме. Запускаем. У нас все-таки не появилось, да? Ничего нет, не появилось. Завершаем день. День десятый. Что случилось? Капитан, Том находится в ужасной физической форме. Настолько много усилий для подтягивания требуется, чтобы стать образцовым. Том говорит, что после зарядки захотелось съесть, но в таких случаях награды ведь дополнительное питание не подгаса. Так, Т4. Том умирает от голода, Диди умирает от голода. Друг истощен, Верин истощен. Голоден. Все, всем раздать суп. Е-е-е-е. Раздать суп. Капитан, мы остановились. Нас удержит какой-то робот. Я выйду его сигнал на главный экран. Хотите творить добро во вселенной? Пушистой чешуйкам нужна ваша помощь. На экране появилось изображение животного, вероятно, пушистой чешуйки. Это нечто среднее между кабаном, пугом и тверью. Ой. Извиняюсь. Уродец, выжидающий, смотрит на вас. Их хозяева вымерли, и они страдают от свободы. Они не привыкли к ней. Сейчас на грани смерти. Пожертвуйте супа. Всего одна банка я всадкущу. Ну, давайте отдадим ему суп. Сегодня мы потратим суп. И, походу, его придется нам изготавливать. День одиннадцатый. Да, тут у нас уже пусто стало. Передача о пушистой чешуйках вас рассрогала. Вне себя от радости робот. Поделиться с вами зарядом батареи. Мы по-прежнему летим. Так, ну, будем... Можем что-то модернизировать. Я думаю, нужно, во-первых, модернизировать нашу автечку. Нет, не автечку даже. А, подождите. Самый ремесленный модуль. Ну, наверное, телефон надо. Или руководство. А то для телефона десять. У нас двадцать пять. Ну, наверное, надо телекоммуникатор. Или даже батарею. Это же не надо. Нам надо всё. Но, мало ли, нам придётся встретиться с инопланетными существами. Нам нужен улучшенный пистолет. С ума сойти. Вы нашли шахматы. Так, не нужны, поэтому я могу с вами сыграть. Вам придётся водить мои ходы. Вы помните, что в вентиляционной шахте... А, вентиляция вашей ключи управления. Да, это намёк, что мухлевать не надо. Ну что, сыграем? Сыграем. Вот, ну. Ну, мне кажется... Так. Вы голодны? Верен голоден? Голоден. В норме. Ну, ничего, проживёте. Проживёте без еды. Заверший день. Получение достижения жестянщик. День двенадцатый. Угол на смотный пистолет. Неужели вы меня обыграли в шахматы? Как? Но компьютер всегда побеждает. Я точно знаю, что вам помог экипаж. Приходится бороться с желанием превратить корабль в горстку вдымящихся космического мусора. Ну, мы сыграли отлично. Вот. Все преданы. Слегка голодны. Ну, я думаю, мы будем уже с вами на этом заканчивать. Этот обзор, может, будем даже проходить, не знаю. Давайте так. Давайте устроим голосование. В правом верхнем углу появляется подсказочка. И вы проголосуйте. Надо ли делать прохождение? Будем мы дальше путешествовать по космосу? Или оставим всё как есть? Ну, и будем с вами на этом заканчивать. С вами был Сергей Пушков. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также заступайте во всей группе в социальных сетях. Подписывайтесь на инстаграм и на стим-куратор. Будьте в курсе игрового мира. Ну, с вами был Сергей Пушков. Всем пока-пока.